Добрый день, друзья! С вами Секрет Мастера. Увидел в красиво запечатанном блистере диск Graf Speed Cutter и сразу приобрел его. Подкупила надпись, что он годится для резьбы по дереву. Диск предназначен для установки в болгарку. Graf Speed Cutter имеет специальную конструкцию, позволяющую безопасно обрабатывать древесину. Специальная форма диска позволяет избежать таких неприятных явлений при работе, как удары и убегания инструмента. Диск имеет всего три твердосплавных зуба. Это и понятно. Скорость вращения инструмента порядка 10 000 оборотов в минуту. Зубья пилы незначительно выступают над поверхностью диска, как сверху, так и сбоку. Верхняя поверхность зуба имеет закругленную форму. Форма диска позволяет проводить операции пиления и зачистки. Требования к болгарке – обязательное наличие защитного кожуха. Работа осуществляется двумя руками. Основные движения при работе – к себе. А пилки должны лететь снизу в вашу сторону. Обязательно применяйте для защиты каску, очки, средства защиты слуха и плотные перчатки. Сразу же решил попробовать работу диска, сделав небольшую скульптуру. Работы начал с вырезания из бруса Моаи острова Пасхи. По готовому сувениру нанес на заготовку контуры будущего рельефа скульптуры. Работал диском впервые, учился в процессе. Если есть замечания по существу, пишите в комментарии. Пила входила в дерево, как в масло. Зажимать в заготовку струбцину не потребовалось. Обороты болгарки максимальные. Выборку осуществлял вырезанием кубиков. Деревяшки вылетали с конкретной скоростью. Будьте осторожны. Также в процессе работы будет очень много опилок. Горизонтальные плоскости защищал боковой поверхностью диска. Наклонную плоскость носа Моаи сформировал способом выборки. Отпилил лишнюю часть заготовки. Провел операцию зачистки поверхности. Смотрите, что получилось. Для первого раза неплохо. Глазницы выбрал стамеской. Далее из обрезков досок решил сделать скворечник. Доски разместил для распила и зажал струбцинами. Пила пилит точно при ведении по линии. Единственное, надо иметь навык и понимать, что ширина пропила порядка 4 мм. Боковые стенки сделал из куска ОСБ. Пила справилась и с этим материалом. Детали скворечника собрал на саморезах. Выступающие части легко и быстро были подрезаны граф-спид-каттером. Очень понравилась выборка угла крыши. Кто собирал скворечники в ней в мастерской, меня поймут. Удалось точно выбрать угол. Точно установить вторую половинку крыши. И также обработать ее угол. Скворечник покрасил и установил на дерево. Конструкцию скворечника не судите строго. Сделал быстро и из того, что было. Набив руку, решил сделать что-то посерьезнее. Например, скамейку. Разметил обрезок мебельного щита. Выбрал спид-каттером два паза. Второй паз получился лучше первого. Этот прямой рез сделал практически идеально. Все заготовки зачистил наждачной бумагой и склеил в такую вот скамейку. Друзья, спид-каттер вещь. Пила, диск, граф, спид-каттер должна быть у каждого мастера. Ссылка на сайт для покупки пилы в описании к видео. Спасибо за просмотр.